Наверное, многие видели художественный фильм «Чучело» Ролана Быкова. Советская школьница Лена Бесольцева переходит в новый класс, где сталкивается с травлей со стороны одноклассников. К сожалению, похожие сюжеты встречаются и в реальной жизни. По статистике специалистов высшей школы экономики, почти 30% детей болят в школе. Толстый мальчик, нескладная девочка и даже успехи в учебе. Поводом для буллинга может стать что угодно, а жертвой травли любой школьник независимо от благополучия семьи и воспитания. Зачастую о том, что над ребенком издеваются одноклассники, не догадываются даже родители. Парень, который отличался от нас, он был тише, он был, может быть, не такой веселый. Однажды он поехал с нами на турбазу и все мы ночевали в разных домиках. И ночью мы пошли к его домику и снежками стучали ему во все окна. Мы его напугали, мы не давали ему спать. Это продолжалось несколько часов. Обзывать, дразнить, избивать, устраивать бойкоты, писать агрессивные комментарии в соцсетях. Школьная травля бывает разной, но у всех ее проявлений одно последствие. Серьезная психологическая травма, которая может повлиять на будущую жизнь ребенка. В моей школе две девочки подвергались буллингу, конкретно в моем классе. Одна из них была обычной девчонкой, над ней очень сильно издевались одноклассники. Они разрисовывали ей одежду во время уроков, резали волосы. Пока она все это не видела, над ней издевались. Психологи утверждают, у буллинга всегда есть три стороны. Жертва, зачинщик и те, кто не вмешивается, а лишь смотрит на издевательство со стороны. Как правило, дети, которые выступают агрессорами, вымещают злость на сверстниках из-за проблем в семье, низкой самооценки. Есть два таких очевидных, наиболее распространенных пути, в котором будет развиваться сценарий. Самые распространенные, первые, это как раз когда ребенок уходит в депрессию. А второй путь – это путь в агрессию. Когда накопленный страх, накопленный ужас, усталость от всей этой ситуации достигают критической точки, ребенок может уйти в аффект. Не всегда учитель может повлиять на ситуацию в классе. Мария Бондаренко – автор проекта «Север вместе». Девушку приглашают в школу, где она проводит уроки дружбы, игры по решению конфликтов и проблем с коммуникацией, дает рекомендации учителя. В зависимости от возраста это будут разные типы мероприятий, разные типы игр, которые дадут понимание детям, вообще что такое буллинг, что такое травля, как отличить насильственные действия от шутки. Потому что у нас дети сейчас привыкли, допустим, прячут рюкзак у кого-то и говорят, да мы с ним так шутим. Но шутка – это когда смешно всем. А если вы смеетесь, а он плачет, значит, это уже не может быть шуткой. Проблему буллинга в учебных заведениях пытаются решить и депутаты Государственной Думы. Они разработали законопроект, который бы закрепил административную ответственность для родителей детей, которые занимаются травлей одноклассников. Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова пояснила, что конфликты со сверстниками – одна из самых частых причин подростковых суицидов. Совместно с полицией было проведено исследование. Как оказалось, в 75% случаев стрельбы в школе лежит буллинг, а 28% людей, над которыми издевались в детстве, через 10-15 лет становятся пациентами психиатров. Нужно вводить штрафы для родителей. И это такая тема, которая была воспринята, ну, поделилась 50 на 50. Некоторые говорят, это да, действительно правильно, потому что есть такие родители, которых приглашаешь, и они говорят, а мне все равно. Разбирайся сама школа. Я вмешиваться не буду, сами разбирайтесь с моим же ребенком. Вы должны. Вопросов к инициативе пока больше, чем ответов. Как факт буллинга доказать, и главное, как и кто будет решать, что в этом виноваты именно родители. Пока же психологи советуют обращать особое внимание к домашней обстановке. Отказ от посещения школы, ухудшение успеваемости, замкнутость ребенка, плохой сон и нарушение аппетита могут свидетельствовать о том, что ваш ребенок подвергается травле среди одноклассников. Александра Пескова, Максим Чинкин, Максим Кравченко, Павел Третьяков, ТВ21+.